МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областный комитет БРСМ обвестил старт шостого сезона республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». А зараз об этом меньшим больше подробязно. До конца этого года в свободной экономичной зоне «Гомель-Ратун» планует почать выпуск продукции еще неклики предприемствов. Правда, по словам резидентов, этот процесс мог отбыться ранее, а лишь мать часу займает разностранное узгаднение. Что стремливает приватный бизнес, поспробовали доведаться наши корреспонденты. Приватное предприемство «Милитекс» по ассортименте своей продукции аналогов у Беларуси немая. На приканце года тут плануется пачать вытворчасть так званых элементов радиочастотной идентификации. По сути, это те элементы, которые позволяют вести улик, литерально усяго. От колькости поездок у громадским транспорта до наявности продукции на складах. Все нет для потреб Беларуси, они набываются выключено за межами краины. А тому «Милитекс» не только высокотехнологичная, але и импорта замешальная вытворчасть. Правда, пачать выпуск продукции тут могли и ранее. Але процесс разностаенных узгаднений в первую шаргу на проведение будовничных работ оказался вельми протяглым. Об этой проблеме, до речи, сегодня кажутся практически на всех предприемствах, которые начинают свою деятельность. На право письмо дайте разрешение, получи это разрешение. Ну, везде это время занимает, естественно. Значит, должен кто-то выехать, что-то смотреть. Хотя сегодня на предприятии у нас есть, как положено, и технадзор, и руководитель проекта. Свободная экономичная зона – универсальный плясок для развития бизнеса и притягнения инвестиций. Сейчас, выкористаясь в этой махшимости, на Гомельшине мкнутся около 80 резидентов. У тем леку – из России, Украины, Германии, Турции, Франции, Лихтенштейна. У администрации СС скажут, что мкнутся створить для каждого максимально комфортные умовы. Для инвесторов существует система замасованных на государственном уровне гарантии. Иншая справа, что у некоторых законодавчие акты уносятся изменения. И тут главное продугледить усе махчимые наступства. Условия ведения бизнеса у нас меняются с 1 января 2017 года. Конечно, некоторые изменения в таможенном законодательстве будут по свободным экономическим зонам. Но, однако, компенсационные меры сейчас рассматриваются в нашем правительстве, чтобы дополнительно какие-то льготы дать нашим предприятиям, резидентам свободной экономической зоны. Олеся Серов, Ольга Коновалова, Юген Макинка, телерадио «Компания Гомель». Про вынеки и перспективы развития региональной экономики сегодня пойдет разговор в программе «Диалог». Гостем студии станет наместник старшини Гомельского облаконка Мабаляслав Перштук. Глядите «Диалог» в прямом эфире на телеканале «Беларусь-3» сегодня в 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии – 77-68-45. В связи с высоким опытом насильства белорусская «Чегунка» призначила додатковый денный электротягник бизнес-класса «Гомель-Минск». И он будет курсировать с 9-го кастрышника по 4-го листопада по пятницах и неделях, а так само 7-го листопада. Тягник будет отправляться с Гомеля в 11.01 и прибывать в Минску 13.59. К отворотным накерунку «Тягника» приходит в 14.47 и прибывает в Гомель в 18.20. Восинское надворье предметно ускладняет ситуацию на дорогах. Ранние озмеркания, дожжи и туманы, звичайно, приводят до росту колькости ДТЗ в этот период года. Недолго засталось отшакать и первых морозов. Державта инспекция настольливо рекомендует водителям своячасова подрихтовать автомобили для эксплуатации в зимовый период. Чим погрожает невыконание их парад, доведалась Аганна Ковалева. Всех 5 тысяч штрафов минулой зимой заплатили водители за езду на автомобилях с летними шинами. Супрацовники ДАИУ сгадывают, коли резко изменилось надворье, ДТЗ фиксовали литерально праздень. Причем у некоторых с их машины утворали целые аварийные паровозы. Были примеры, и как бы не один, что и начальники ГАИ выходили и останавливали руками транспорт, который был на Советской, где спуск. Когда был гололед, просто руками попытались остановиться, потому что водитель нажимает на тамазан, а медленно потихоньку катится, катится вниз. Просто инспектора руками ее притормаживали, чтобы не допустить ДТП. Были случаи, что было и по 15 дорожных на одном месте. Спершего Снежной за уделу дорожным руху автомобиля с летними шинами почнуть штрафовать на одну базовую величиню. Правда, не выключено, что мы разы заявить про себе иронии Снежной. К тому же, зараз инспекторы ДПС дежурят на холодных транспортных артериях в области и, окроме штатной проверки документов, нагадывают про необхудность подрыхтовки автомобиля до смены температурных режимов. Ну, конечно, естественно, каждый год к зиме готовимся, как положено. Резину меняем, масла меняем, фильтра меняем. Ну, как положено все. Ну, потому что это нужно, да. На безопасность влияет все. Госавтоинспекция обращается к водителям, чтобы не затягивали, а подготовили автомобиль до наступления холодов, чтобы можно было безопасно управлять автомобилем в зимний период времени. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо, компания «Говель». У Чашерска супрацовники МНС выратывали на пожары пожилую жанчину. Як поведомили у областным управлений Министерства по назвычайных ситуациях, пожар узник на пяры до дни, у вечера, на першем, по версии, шмат поверхового жилого дома. У згорания отбылось у квартиры 55-годового мужчины, який неоткладно покинул помешкание. Дым проник в суседнюю квартиру, где находилась пожилая пенсионерка. Жанчина отрутилась продуктами горения и засталась живой только дякуючи оперативным деяниям выратовальников. С дома были эвакуированы 10 человек. Потерпелых нема, причины возникнения пожара удокладняются. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля распространялась встреча помимо Международным комитетом «Червоного крыжа» и товариствами «Червоного крыжа» и «Червоного полмесяца Беларуси, России, Украины и Казахстана». На парадку дня – пытание, связанное с миграцией. Удельники встречи проанализовали, как можно удосконалить программу допомоги уразливым категориям мигрантов. Своим опытом поделилась кожная с делегаций. Затым был выпрацованный план супрацовництва на ближайшие годы. Разгляджены найновшие правовые документы. Такие промовы проходят что год в разных городах. Все это местом встреча обраны Гомель, которые дарят шамая богатый опыт в работе с мигрантами. Гомельская область во время начала вооруженного конфликта на Украине была, по-моему, насколько я знаю, первой областью в Беларуси, которая приняла на себя поток переселенцев с Украины. И национальное общество Белорусского Красного Креста и Гомельское отделение очень хорошо показали себя в этой работе. Помогали переселенцам, правительству в эти первые сложные месяцы, когда был очень большой поток. В уголе сегодня в свете 244 миллиона мигрантов. В Беларуси за маль 10 миллионов насильництва 1 миллион складают замешанные граждане. Сегодня в Гомеле подвели выники летней оздоровляющей кампании школьников. Наглядяши на досягнутые поспехи, широк пытаний в этом году вырошить не отрымалося. Алек Сенсеров наведал областнуюсь электронную нараду, на якой обмарковывались шляхи удосконаливания летней занятости наученцов. В этом летом у лагерях розного профиля, яке были открыты на базе установок класса, отрымалося оздоровить закладная лизба 32 723 школьника, что на 5% больше, чем было летость. Правда, это середняя лизба. У некоторых районах количество детей, яке летом наведывали школьные лагеря, навод снизилась. А тому, подчас ознагородивания установок, яке вызначили все у период летней оздоровляющей кампании, одночасово со словами подяки, учить и конкретное пожадание, необходно больше активно расповсюживать ебший вопад. Похоже, у тым же Лоевском районе, например, колькость детей, яке наведывали летние школьные лагеря, все это снизилось, больше, как на 12%. Есть проблемы с организацией лагеря праца и отпочинку, ведь тут истнует объективные причины. Шерых керевников предприемства отмываются от предоставления праценных местам неполнолетним. Сирот плюсов этого года – увеличение, малю, в два раза колькости лагеров дённого знаходжения и так званых межведомостных лагеров с уделом войсковых частей, милиции, вортовальников. А при этом проходят апробацию такие виды школьных оздоровлений, как круглосуточные лагеры. Пермин знаходжения у их покой не видимо значный, звичайно, когда 9 дён, а плюсы – видовочные. Психолог занимался каждый день с детьми, устраивал какие-то игры, занятия, тренинги. Потом воспитатели, потом было спортивных много соревнований разных, ходили и в 13-ю школу, и в 42-ю на стадион ходили. Ну, проводили так, наш педагог-организатор проводил с ними КВН, что, где, когда проводил. Он очень творческий, талантливый человек. В общем-то, каждый день у них был занят, они просто не ожидали, что так будет хорошо у них и весело. Царот новых форм организации летней занятости – интеграционный лагерь мостовской инокированности у Гомеле, профильный лагерь школы самостоятельности у Мазари и первый лагерь по робототехнице, организованный областным центром техничной творчести. А прочат таку у Рогачевском районе денчу лагерь за ориентацию на педагогичную профессию. Что тычется плану на наступный год, то больше уваги плануется надать створению умов для летних отпочинку детей-инвалидов. Есть питание до работы сельских школ по притягнению до активных отпочинку не только педагогичных наученцев, а и детей, которые приезжают на лето у вёску с города. Не все ещё работают так, чтобы массово можно было вовлечь ребят, которые у бабушек и дедушек на каникулах находятся в сельских населённых пунктах. Ещё не достигли мы открытия лагерей труда и отдыха, круглосуточных лагерей, в которые с удовольствием идут старшеклассники. Не достигли того уровня, когда каждый желающий старшеклассник может зарабатывать деньги летом. Здесь у нас предстоит большая работа вместе с организациями и предприятиями, которые создают нам рабочие места. Поэтому эта работа будет продолжена. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, телерадокомпания «Гомель». Областный комитет БРСМ обвестил о проведении шостого сезона республиканских конкурсов «100 идей для Беларуси». Акция накирована на активизацию инновационных распроцовок молодыми людьми и притягнение их до ворошения задач социально-экономичных развития краины. Приём проекта уже распочали районные подразделения БРСМ. Заявить про удел можно и виртуально. Треба заполнить электронную форму на официнном сайте проекта. Всего 10 номинаций конкурсов – агропромысловые, будовничные, био и навод авиакосмичные технологии. Попередние сезоны показали, что самой популярной темой изъявляется социальная сфера. На сегодня у районной комитеты БРСМ поступило колядь 10 таких проектов. Что касается областного этапа, то мы планируем его проводить 16 ноября в городе Гомеле и планируем, что в нём примут участие около 30 проектов. Всего мы надеемся, что в этом году на территории Гомельской области будут подано более 50 заявок для участия в районных отборочных этапах конкурса. Приглашаем молодежь для участия в конкурсе. К слову, информацию о конкурсе можно найти на сайте 100ids.by и на сайте областного комитета БРСМ. У период отборочных туров пройдусь научальные семинары и встречи авторов проектов с инвесторами. У вынику самые интересные идеи смогут отримать у васабление. Выстава памяти гомельского мастака Явгена Иванешки открылась у Гомеле. Его работы отразливаются шириной творческого диапазона и глубокой философской накеренностью. Экспозицию с больше 20 полотна подрихтовали до юбилея автора. Явген Иванешка народился в 1936 году в Речице. Скончил институт живопису, скульптуры и архитектуры имя Рэпина у Ленинградзе. Майстер долго шукал уласный творческий стиль, знакомился с европейским мастацтвом и постоянно экспериментовал. Выставочная деятельность Явгена Иванешки началась в 1963 году. Член Союза мастаков СССР и Беларуси, и он первым сирот земляков был принят в Международную федерацию мастаков ЮНЕСКО. С ними я лично не был знаком, к сожалению. Он умер в 2013 году. Мне очень понравились его работы, потому что он думающий человек и изучал большое количество музеев, выставок, изучал большое количество литературы. Он грамотный. К философам я его переравниваю. Мастак працывал у широким жанровым диапазоне. Створал портреты, пейзажи и натюрморты. Сирот основных тем творческие – природа, чернобыльская трагедия, великая чинная война и сучасное житё. У день 80-ти годзя, дня народжения Явгена Иванешки, на выставе собрались его коллеги, родные и сябры. Самое интересное, что он меня сначала называл рабом натуры. Почему? Потому что я не мог сдвинуться с места без натуры. И он дал мне толчок, он сам даже не знал, что я приду к этому. И я начал мыслить через переплетение солнечных лучей. Если говорить о его живописи, то вот мы сейчас смотрим на эти работы, они настолько тонко написаны, такой цвет нежный, превосходный, прекрасный. И даже они как будто серые, но на этом фоне они все равно смотрятся. Очень красивые и хорошо. Картины Явгена Иванешки заховываются в Национальном остатском музее Республики Беларусь и приватных коллекциях за мяжой. Наведать выставу в Гомеле можно до конца этого тыдня. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». Эта инша новина вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працывал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.